Всем доброе утро, ребята! Вы на канале Happy Family и добро пожаловать в новое видео! И как вы уже поняли, по домашней обстановке это будет влог, потому что вы просили, чтобы влоги мы тоже продолжали снимать. Ну, собственно, этим я сейчас и занимаюсь в максимально домашнем виде. Надеюсь, вам это понравится. В этом коротеньком видео я покажу, что у нас сейчас происходит. Катя, привет! Катя, темно только, тебя не видно. Давай вот так вот. Привет! И немножечко вам расскажу, что у нас происходит. Планирую снимать вложики такие, ну, примерно раз в неделю, потому что слишком часто снимать сложно. Ну, особо ничего такого прямо сверх-сверх-сверх у нас не происходит. И мне кажется, это неинтересно смотреть, когда мы по кругу делаем одно и то же. Если вы считаете по-другому, то пишите об этом в комментариях. Кстати, если вы будете ставить под влогами много лайков, тогда я буду снимать их два раза в неделю. Вот так вот. А сейчас я покажу, что у нас сейчас происходит на кухне. У нас, как обычно, ремонт идёт капец как медленно, но всё-таки у нас немножечко сдвинулось, и сегодня уже будет закончено. Наконец-то, Пол, сейчас покажу, как это выглядит сейчас. Наверное, на камере сейчас это выглядит не очень, но вот это вот стяжка, вот это вот черновой пол, вон там стяжка, и сегодня Саша вот это вот всё дозовьёт. Вот тут немножечко осталось. Хотя я даже по стяжке немножечко покажу вот так. Вот, вот так это выглядит. Вот здесь вот у нас люк, он был вот здесь, мы его перенесли. Вот так вот. Скоро будет закончен пол, и наконец-то мы приступим к стенам, и, возможно, когда-нибудь снова окажемся с плитой. Лизавета, как обычно, сегодня дурится. Ну-ка давай, привет скажи. Привет. Чё надулась? Опять с Мишкой что-то не поделила. Аучки. Я попросила её кое-что сделать, то, что она до конца не сделала. Лиза, сделай, пожалуйста, то, что ты до конца не сделала. Я тебя очень прошу. Большое спасибо всем, кто ценил мои с девочками и мальчиками шедевры. То есть видео, которые мы сейчас начали снимать на английском языке, коротенькие, юмористические, смешные. Блин, не знаю, куда встать, чтобы была красивая картинка. О, вот так вот. Большое спасибо вам за лайки, за оценку нашего творчества. Мы такие видео будем продолжать выпускать, ну и также будем рассказывать вам, что у нас происходит вот раз в неделю. Вот. Про щенков у нас осталось 5 щенят. Вот. И двоих из них мы завтра увезём в Новороссийск, чтобы отдавать через Новороссийск. Каждое утро они вот так вот прибегают и требуют, чтобы их персонально накормили отдельно от всех собак. Честно говоря, они нас уже немножечко доставили. Порожка. Порожка. Ты что, целиком проглот? Все, что ли? Ну ты даёшь. Ну ты проглот. Поэтому ты такой здоровый. Вот она уже я, с немного недосохшей головой, но уже без полотенца. Вдруг кого она раздражала? Кстати, сегодня 2 августа. И сегодня день рождения моей любимой сестрёнки старшей. Так что, Наташа, привет тебе. И с днём рождения тебя ещё раз. Я знаю, что Наташа смотрит наши влоги. Может быть не все, а может быть и все. И пишет даже нам комментарии. Мы сегодня с утра с девочками и Сашей по моей идее сняли ей видео поздравления. Ну то есть маленькие кусочки. Раз уж мы пытаемся быть видеоблогерами, то всё нужно делать на видео. Ну в смысле, мне кажется, поздравления на видео это прикольнее, чем просто написать, что типа, привет, поздравляю с днём рождения. А тут лицо видно человека. И думаю, что Наташа это оценила. Но и ещё раз ей с днём рождения. Всего самого наилучшего тебе. И всего, что ты сама себе пожелаешь. Я просто решила, что поздравлений много не бывает. Поэтому решила ещё раз поздравить. Показать вам, как вы вот снимали кони. Ну в смысле, смотрите, какие они здоровые. Я уже самых больших вот этих вот коней, я не могу их удержать на руках долго. Особенно если они начнут вырываться, то всё капец. Вон там лежит кабачок. Он был в два раза больше, и он был переросшим. Я его не резала. Они его, короче, раздербанили просто так. Птеродактили мои. Смотрите, какие здоровые. Вот вам относительно бочки они. Кони, вообще кони. 16 августа, тем, которые громадные, будет 3 месяца, а тем, которые поменьше, будет почти 3 месяца без одной недели. Вот таких вот коней мы вырастили. Идём к уточкам, которых мы уже успешно едим, первую партию. А вот здесь вот впереди, это уже вторая партия вот такая здоровая. То есть здесь маленькие, с большими в перемешку. Капец, капец. Осталось, короче, 8 больших. Вон она идёт большая, вон большая, вот большая, вот большая. А вот маленькие. Короче, вот такие вот они здоровые. И мне это очень вкусные. Так как мелкопии второй карте, у меня 40, что это осталось 39, то это вообще капец. Сплошное кря-кряканье. И куча корма уходит. А вот гуси, гуси, они отдельно. И мускусные утки к ним прибились, да? И вот одна утка ещё стоит. Вот уточка дорожшая. Вот гуси корма. Они всё время, короче, вымазываются, становятся грязными. Это вообще капец полный. Сегодня Саша им подстилочку насыпал. Вчера он у бабушек ремонт делал, поэтому утки у нас вымазались. Видите, какие они грязные. Сегодня они будут очищаться. И завтра я их отсажу. Штучки 4 в воскресенье будут ощипывать. Останется всего 4 дорожших. Вот так выглядит наше временное место для мытья посуды, которое капец как неудобно. Саша соорудил тут на бочке типа столика. Вот, мы ещё горшочки купили. Теперь делаем в горшочках утку с овощами и куча с овощами. Очень вкусно. Да, Катя? А самое ужасное, это отмывать эти горшочки. Да? Нет. Ты первый раз отмываешь? Самое ужасное, это когда этого. Чего? Мухи мешают. А, да. Мух надо потравить, короче, заново. Агитой. Здесь же вот все постройки у нас рядом, и, соответственно, мухи здесь формируются. Я сэкономила 30 рублей. Купила на рынке Агиту, и она, короче, вообще не подействовала. Такое впечатление, что вообще полностью не подействовала. Поэтому не экономьте, берите в ветаптеках. Из ветаптеки она работала. Что-то как-то её... Какой-то у меня... Как опухшая я, короче. Вот. Ну ладно. Пойдёмте, я покажу вам наших курочек. Вот они наши несушки. Вот из верхней клетки каждый день достаём по одному яйцу. Из нижней в обед тоже достаём по одному яйцу. Пока что не это. Не получили мы нового яйца. В общем, два яйца в день пока всего несут. Это мало. Курочки, старайтесь больше, а то придётся вас съесть. Это Миша принёс мне игру. Тебе понравилось, что они ловят? Они шарики Миша должны ловить. Надо шарики искать. Кстати, Лиза, надо эту игру отмыть. О, свистульку воду наливай. Она всё равно не свистит, как соловей. А ты налила воду? Наливала, но она не свистит. А почему? Это не та, которая лопнутая. Это та, которая лопнутая, да. Да, лопнутая. Она уже не будет свистеть, как соловей, которую вы разбили. А здесь у нас почти полная тишина. В общем, здесь осталась всего одна клетка бройлеров. И сегодня они у нас отправятся в холодильник. Раз, два, три, четыре, пять. Им сегодня уже больше 60 дней. Они пойдут на фарш. И с бройлерами мы прощаемся аж до весны. Ура, ура! Если кто вдруг собирается завести бройлеров и задумывается, как сделать это, брать их маленькими партиями несколько раз подряд, чтобы всё время было свеженько, или брать большую партию один раз, я вам посоветую. Берите большой партию и один раз. Если, конечно, вы не испытываете удовольствия от ежедневного ухода за птицей. Они так закалёбывают. Я так рада, что я всё, наконец-то, вот сейчас заполню холодильник и больше я их до следующей весны не увижу. Они меня достали в бройлеры. Я поймала Сашу опять. Он начинает заканчивать пол. Звучит? Ага. Начинаем с подметания. Так, а что ты мне сказал про растопление тандыра? Ну, Лиза сейчас дробь наложит, да? А, не знаю, ты ей сказал об этом? Нет. Скажи. А собаку она не кормить не будет? А ты вчера всю кашу им вывалил? Нет, там ещё в ведре оставалось, не знаю. Так она и будет кормить, как бы не варить кашу. Варить кашу только завтра надо. Нет, сегодня вечером получается. Я, короче, хочу, чтобы ты грудку в горшочке поставил, потушиться, ту, которую вчера поджарили. Потому что грудка 60-дневных бройлеров, она жёсткая. Её никто не съедает. Она стоит и как бы это. Надо её запихнуть в горшочек и потушить в конце. Ладно? Сейчас мне дали горшочек, я сейчас всё приготовлю. Ну что, ребята, влог так влог сегодня. Смотрите, сколько. Вот это вот всё, вот эта вся громадная кастрюля, это всё мы будем сейчас зажаривать в тандыре. Это, короче, задние части от куриц. Вот. Вот так вот, как бы, жопки и крылушки. Ну, а передочки я сейчас буду снимать мяско. Косточки пойдут на суп, как правило, этот суп в основном у нас собачки едят на куриного ступа, столько не едим. Вот это ещё жирок с попок срезала. Это всё пойдёт в фарш, грудочный фарш будет. Ну что, поехали? Вот что у меня вышло. Ещё не вошло мясо. В общем, это вот с пяти курочек с грудок прямо вот столько много мяска. Вот остатки косточки. Это вот настолько я обдираю всё мясо. Вот это сейчас Лиза по пакетикам прячет, да, Лиза? Помаши мне ручкой, помощница. У тебя, ты знаешь, на щеке грязь. А, понятно. Это Лиза так у нас в стандыр дрова накладывала, да? Ага. Ну, в общем, продолжаем. Сейчас это всё будем крутить в фарш. Кто это тут пришёл? А? Скажи. Как говорить надо? Ну-ка. Лишка, я снимаю тебя. Я тебе потом покажу. Ладно? Разговаривай. Да. Дай? А что тебе дать? Да. Что дать? Да. Телефон? Ага. Скажи телефон. Телефон. Повторяй? Те. Миша, смотри на меня. Он вообще повторяет обычно, сейчас почему-то не хочет. В общем, закончила я почти. Это вот не весь фарш, который у меня получился. Лиза там на полках, на заднем плане, бардак, надо убрать. Ага. Лиза, кстати, вон те полочки уже убрала. Красиво. Остались ещё вот эти полочки. И вот эти полочки порядок навести. Да. Наведёшь же? Ага. Вот. В общем, это меньше половины фарша, потому что 4 пакетика, 4 круглыша фарша. Лиза уже унесла в морозилку. А тут пришёл Мишка и говорит, дай, дай, показывает на телефон. А телефон говорит, не хочет. Те. Те. Ле. Фон. Нет. Те. Те. Ле. Те. Те. Короче, он балуется. Красивый такой кассиенчик у Мишки, он на него уже пятен насадил. Да, Мишка? А курица всё ещё стоит и ждёт, пока Саша её заберёт, короче. А я уже хочу, потому что... Так я выгляжу. Вся вспотевшая и замученная. Всё вообще мокрое-мокрое. После того, как я этот фарш весь разделала. Мишка. Ты чего? Нет. Мишка, а Мишка? Ты вленье теперь продолжаешь. Вот так вот надулись. Мама телефон не дала. Ах, она мама, да? Да. 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 Дай. Да. Дай. Да. Телефон. Да. Вот именно. Он вообще говорил, папа фон? Мам. Ну, давай, пробуй. Ну, надо сказать. Ты не разговариваешь, телефона не будет. Нем... Нем... Продолжение следует...